МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на Парегион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Футбол – это естественная игра, а не искусственная. Большие звезды светят малым. Она попринимает гостей Международного футбольного фестиваля. Наши предки, что передавали нам, мы обязаны передавать им, что мы сейчас и делаем. Пост сдал, пост принял. В акту памяти у русских ворот теперь будут нести юные казачата. Ребята, как говорится, заряжены. Молодцы. От винта анапские судомоделисты представят на Международном фестивале уникальную действующую копию атомного крейсера. Начнем, как всегда, с главного. Она повошла в новый межрегиональный проект «Золотое кольцо Босфорского царства». Сегодня глава города Юрий Поляков в составе делегации Краснодарского края принял участие в Международном форуме «Отдых-2018». Именно в рамках этой выставки прошла презентация проекта. В маршрут уже включены объекты культурного и археологического показа десяти городов страны. В Анапе – это раскопки Древней Горкипии на территории Археологического музея. В рамках форума планируется заключение соглашения между профильными министерствами регионов и Русского географического общества по организации единой сети туристических маршрутов. Именно это, по мнению специалистов, станет отправной точкой для развития Черноморского кластера Юга России. Ну а сегодня впервые юные анапские футболисты сыграли на поле, которое появилось в нашем городе благодаря Чемпионату мира по футболу. Напомню, что в Анапе были построены две суперсовременные тренировочные базы. На одной в Витязево размещалось сборное издание, другая в станице Анапской была запасной. Сегодня здесь был дан старт играм Всероссийского футбольного фестиваля «Большие звезды светят малым». Новые стадионы, скажу сразу, порадовали сегодня и организаторов, и родителей юных футболистов, и нашу съемочную группу. По песням, звучащим из репродуктора, можно изучить географию России. Европейская часть, юг страны, Урал, Сибирь – это родители, они же болельщики из Томска. Их дети занимаются при местном клубе. В своей подгруппе команда заняла первое место. Мы счастливы! У нас ноль, минус два ночью было. Тут тепло, хорошо, люди гостеприимные, нам нравится. В отборочных играх по всей стране приняли участие около одной тысячи юных футболистов. Почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. В финальную часть вышли более 125 команд. В Анапе мероприятие проходит в четвертый раз. В ближайшие дни командам предстоит провести по семь отборочных игр в своих подгруппах. Матч идет на четверти поля, мячом меньшего размера. Два тайма по 20 минут. Часть игр проходит в Новороссийске. В Анапе площадками стали поля, построенные к Чемпионату мира по футболу по стандартам FIFA. Футбол – это естественная игра, а не искусственная. И всегда футбол игрался и должен играться на естественных полях. В ворота Анапчан влетает гол с пенальти. Их соперники – команда из города Полевской Свердловской области. Там жил писатель Павел Бажов. У большинства, кто сейчас находится на трибунах, дети сами выбирали футбол. Только так можно добиться результатов. Команда из города-курорта занимается в детской школе Олимпийского резерва. Родители надеются, что за ней закрепят одну из тренировочных баз, после того, как объекты передадут муниципалитету. Отличная, мы хотим здесь тренироваться. У нас есть надежда, что либо поле это, либо Витязева дадут нашей школе. Нам нужно это поле. До последних минут игра была практически равной, однако уральцы более эффективно использовали возможности. Игровой счет 4-2. Анапчане не отчаиваются, еще есть возможность показать себя. Помимо игр в программе фестиваля «Особая дискотека» с Русланом Нигматулиным, которая пройдет в воскресенье на Театральной площади. Встречи с футбольными специалистами для родителей, а также сюрприз для юных участников. Александр Ребека, Никита Бойко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Спорт – это, конечно, лучшая профилактика заболеваний. Но и от традиционных прививок, уверяют медики, отказываться не стоит. В Анапе началась ежегодная вакцинация населения. В медучреждение курорта уже поступило более 40 тысяч доз. Кто находится в зоне риска и где можно поставить прививку? Об этом в нашем материале. По прогнозам врачей, пик острых респираторных заболеваний традиционно приходится на начало холодов. Это конец декабря, начало января. Самый действенный, по мнению врачей, способ противостоять болезни – вакцинация. Тамара Тармышева переехала в Анапу с Дальнего Востока. И, несмотря на то, что теперь живет на курорте, прививки считают процедурой необходимой. Никогда не болела. Ничего не было. В прошлом году вообще ничего не было. И весь год ей ничего не было. А позапрошлом немножко было простудное такое. Но, во всяком случае, без вот этих вот, таких, знаете, медицинских катаклизмов. Как говорят врачи, страшен не сам грипп, а последствия, которые он несет. Это коварное заболевание своими симптомами похоже на обычное ОРЗ – головная боль, температура. Но распознать болезнь могут только опытные медики. В случае самолечения народными методами последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Для некоторых слоев населения эта прививка обязательно. В эту категорию входят учителя, медики, силовики и школьники. Прививаться должны обязательно все. С чем это связано? С тем, что работодатель, оплачивая больничные листы своим работникам, сам теряет свои доходы. И работник, если он не привит, он очень долго восстанавливается. То есть это может быть болезнь не в легкой форме. Неделя, допустим, максимум 10 дней. Это может затянуться и на 2 недели. Это могут быть и летальные исходы, еще раз говорю. Поэтому призываем прививаться всех. Вот в ближайшее время мы прививаем нефрос, это нефрологический центр, и прививаем детскую спортивную школу номер 3. При вакцинации используется препарат «Савигрип». Он успешно зарекомендовал себя в прошлом году. Недостатка в вакцине нет. На данный момент уже привито более 4 тысяч детей и такое же количество взрослых. Жители подходят к этому осознанно. Поэтому, если в прошлом году было привито порядка 50% населения, то в этом году цифра увеличится до 60%, а это более 100 тысяч человек. Это связано и с тем, что вакцинация показывает свою эффективность. Это связано с растущему населению интересом к вакцинации. Потому что даже до момента ее начала уже многие звонили мне, моим коллегам и спрашивали, когда же она уже начнется. Потому что те, кто провакцинировался в прошлом году, позапрошлом году, они всю зиму провели спокойно. Они не заботились тем, что кто-то в коллективе болеет или чихает. Они не носили маску, они не пользовались народными средствами какими-то для профилактики гриппа. Они были вакцинированы и жили абсолютно спокойно. Взрослое население может поставить прививку в городской поликлинике. Детей можно провакцинировать в детской. Жители сельских округов могут обратиться за услугой в амбулатории по месту жительства. Руслан Душевский, Анапа-регион. Но и о том, что здоровье уж точно не прибавит. Большие тонны алкоголя накануне изъяли сотрудники межрайонной прокуратуры. Операция проходила с привлечением полиции и Роспотребнадзора. Во время проверки села Витязева и торговых точек Анапы были выявлены факты продажи крепких напитков без лицензии, да и вообще без каких-либо документов. Партию изъяли. Это стало логичным продолжением одного из первых заявлений анапского межрайонного прокурора на новом посту. Не так давно в своем выступлении перед депутатами муниципального совета он достаточно четко обозначил свою позицию в этом вопросе. Давайте мы все вместе подумаем и составим единый список, который будем отрабатывать с полицией. Вы знаете, я человек новый, мне здесь без разницы, кто, где. А если вы подскажете, что кто-то, так сказать, влияет на эти процессы, мы будем, соответственно, с другими силовыми структурами заниматься этими людьми. Поэтому я думаю, что настало время наводить нормальный вид Анапы, такого достойного курорта. Я сегодня посещал и изоляторы временного содержания, и КАС. Ну, понятно, что большинство правонарушений, преступлений совершаются в состоянии алкогольного обвинения. Я думаю, это необходимо нам вместе с муниципалитетом составить этот список, потому что люди говорят, что я сейчас и все знают, они неоднократно уже известны. Ну, то есть есть область торговли, где торгуют фальсификатом, это одна проблема. А есть область, где торгуют спиртам в любое время. Это другой вопрос. Как видим, слова не расходятся с делом. Напомню, что в конце прошлой недели навские правоохранители ликвидировали целый подпольный винзавод. И изъято почти 21 тонна алкоголя. И здесь, как говорится, без комментариев. Вахту памяти возле русских ворот теперь будут нести воспитанники казачьих классов. Акция, которую приурочили к 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков, оказалась крайне удачной. Русские ворота для казаков – место особое. Здесь установлено сразу два мемориала – обелиск атаману Алексею Бескровному и памятный знак казакам, которые погибли у стен Анапы в годы русско-турецкой войны. Камень появился, когда строили гостиницу внизу. Оттуда выкопали много костей. И их перезахоронили. Поэтому решили, что надо сделать. В рамках празднования освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков руководством Анапского районного казачьего общества было принято решение с июня выставить здесь почетный караул. Молодежь из казачьих классов вдохновилась поступком старших товарищей и изъявила желание также нести эту вахту. Зачемные спички с теркесами в незнакомой солдатам и офицерам местности крайне выматывали войска. Это ответственность, как бы, все-таки такое важное событие. А мы казаки народ. Как бы, это очень для нас патриотично. Меня спросили, хочу ли я. Ну, я ответил, хочу. Я не ожидал, что здесь именно вот так, стольких людей в костюме вот с киджалом. Такие акции в анапском казачестве – нередкость. Самое главное в них – воспитание чувства патриотизма, ответственность и сохранение исторических традиций. Память о дедах и прадедах мы забывать никто не должен. Если мы сейчас поколение не передадим свое, мы еще помним, а вот оно уже помнить не будет. Поэтому наша главная задача – посетить их, и мы их воспитываем в этом духе, чтобы наши предки, что передавали нам, мы обязаны передавать им, что мы сейчас и делаем. Уже в эту субботу школьники встанут здесь в почетный караул. Однако нести вахту смогут только те, кто отличился в учебе, общественной деятельности и дисциплине. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Трое анапских судомоделистов представят наш город на Международном фестивале технического творчества «Отвинта». Он впервые пройдет в Краснодаре. Наши участники намерены представить уменьшенную копию крейсера «Петр Великий». Издалека эту модель практически не отличить от оригинала. В чем и убедилась наша съемочная группа. Расстояние между проволокой в корабельном ограждении – около 1 мм. Почти ювелирная работа с пинцетом и тонким паяльником. У Михаила Абашидзе на это ушло около трех недель. Сам процесс, что получится в результате, интересно. Это модель атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Специальный набор отливок из пластмассы может купить каждый. Другое дело – довести изделие до такого стендового образца. Помимо этого, внутри установлены двигатели и система управления рулями, а также необходимая электроника. Михаил отправится на международный фестиваль судомоделистов, который откроется в Краснодаре уже в ближайшие дни вместе с авторами еще двух моделей. Уже в другом классе. Они выполнены с нуля по специальным чертежам. Для этого здесь есть целый завод в миниатюре. Наждачный станок, ну естественно, он здесь обрабатывает. Потом сверлильный станок. Затем самодельные есть. Вот циркулярочка маленькая. Из таких вот с виду бросовых материалов, если правильно подогнуть, подточить, подкрасить, получаются детали полностью имитирующие оригинальные детали. Это польский сторожевой корабль. Никита пришел в кружок два года назад. Примерно столько уходит на создание такой модели в режиме хобби. Как говорит он сам, энтузиазм появился в буквальном смысле вместе с ободами корабля. На моменте, когда я уже начал заниматься моделировкой, я думал, ну когда я уже начал работать, поставил движки, я понял, уже отступать нельзя, надо действовать, продолжать работать. Сначала была самая скучная, это работа над корпусом. Это надо было его вечно шпаклевать, обрабатывать. Порой хотелось даже бросить, но я не отступал, продолжал работать. Даже это еще не корпус, да? Нет, нет. То есть получается сначала вот это? Денис Хайдуков показывает деревянную основу, вокруг которой формируется так называемая матрица. В нее укладывается стеклоткань и заливается эпоксидной смолой. Это модель торпедного катера с достаточно сложной для изготовления формой корпуса. Из-за того, что у него палуба, она специально для этого сделана, потому что у него скорость 46 узлов, когда он идет на полной скорости, она становится ровно, и получается у него нос задирается. На воде модели ведут себя так, как заложено конструкторами их прототипов. Юные корабелы уже рассуждают почти как инженеры. Денис не исключает, что в будущем станет кораблестроителем. В его активе третье место на краевых соревнованиях. Каждая такая победа – дополнительные баллы при поступлении в профильный вуз. Если говорить о предстоящем фестивале и потенциале команды в целом, то руководитель достаточно осторожен в прогнозах, так как мероприятие международное. Это своего рода и учеба. Посмотреть, поучиться у других. Может, где-то и многие, и Норосы спрашивают. Но мы работаем в полную силу. Ребята, как говорится, заряжены. Молодцы. Сегодня в судомодельном кружке Анапской станции юных техников занимаются более 70 ребят. По словам руководителя, за два года сложился костяк из тех, кто настроен на участие и победы в соревнованиях. В планах руководителя организовать в Анапе собственное первенство. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Ну а все выпуски новостей вы сможете найти на нашем сайте Анапа-регион.ру. Я же с вами прощаюсь. До встречи. Продолжение следует...